Здравствуйте! Отвечаю на вопросы ваши. Значит, Максим, есть проблемный человек и есть неудобный. Как можно отличить одного от другого? Вы знаете, мудрый человек не создает проблемы. Мудрый человек проблемы решает. И вот в рассылке я рассказываю про проблемных людей, про трудных людей, с которыми приходится иметь дело, мы периодически сталкиваемся с ними, и как с ними общаться. Как с ними общаться. Вообще, я вот хочу сказать, что добиваюсь я успехов больших в работе с учениками моими. И консультации, консультации, они сами по себе замечательны. И, допустим, вот внимательное слушание, оно очень хорошо работает, потому что внимание психолога уже целительно. И происходит очень важный процесс трансформации. А к этим консультациям, к нашему общению добавляются еще рассылки, добавляются тренинги, добавляются медитации, гипноз. И вот все это вместе, а это я все на себе проверяю, конечно же. И после этого только рекомендую. И вот это все дает очень хороший эффект, положительный, позитивный. И вот у меня уже наработан материал очень хороший. И, видимо, будет еще одна рассылка, связанная с методами психологической защиты. Потому что постоянно какие-то новые методы появляются. И их уже можно объединить в рассылку. Это очень-очень интересно. Конечно, их много, они разные. И необходимо им обучиться. Каждому из нас нужно уметь защищать себя обязательно. Потому что манипуляция, она повсеместна. Люди психологически воздействуют друг на друга. Ну, что говорить, если самые близкие люди в империад и манипулируют. Кстати говоря, вот те, кто у меня занимались и занимаются, приобщаются вот к пространству любви, учатся любить себя. И вот приходит осознание, очень глубокое, важное, того, что родители их никогда не любили. Именно на программе ученики мои прикасаются к этой любви. И вот родители никогда не любили. А они даже, будучи взрослыми людьми уже, да, все равно не перестают своих родителей любить. Это очень интересно. А родители их гмобят. Их используют. Особенно вот матери с расстройством личности, психопатки, нарциссы, абьюзеры, да. Психически больные, вот. Они не умеют любить. Вот негативные чувства, да, испытывают. Они не знают, что такое любовь. И не научили ребенка любить себя. Поэтому, если у вас есть проблемы в жизни, то это означает одно. И главное, что вас родители не любили. И не научили любить себя. Поэтому вот, когда вы учитесь любить себя, вы вдруг осознаете. А любовь это что? Это здоровье. Это спокойствие. И вы вдруг осознаете, в какой нездоровой атмосфере вы росли. И вы понимаете, что у ваших родителей не было любви. И вот здесь очень интересные всякие такие психологические феномены. Я о них рассказывал. У меня есть ролики. У меня, по-моему, уже больше полутора тысяч роликов на тему психологии. Только моих на канале. И я рассказывал о том, как матери себя ведут. Про комплексы определенные. И, конечно, меняется отношение к родителям. И они перестают быть авторитетами. Это очень важно. То есть, происходит психологическая сепарация. И всяческая другая тоже. Если вы какую-то зависимость от них чувствуете, будучи взрослыми людьми, то вы еще не взрослые, не зрелые люди. Не зрелые личности. Вы остаетесь детьми, по сути. И вот, когда вы становитесь взрослыми, вы уже видите в матери, в своей, в своем отце просто людей. Просто людей. Которые не имеют над вами никакой власти. Вы на них смотрите со стороны, в качестве наблюдателей. Вы как бы, ну, отчуждение происходит от них. И вы смотрите и видите их вот в самом неприукрашенном виде. Вы видите просто больных людей. Часто это больные люди. Это недалекие люди. Это люди с психическими расстройствами. Немудрые, неумные, недолюбленные, жертвы, жертвы, да, и так далее. И вот, просто вы уже, как бы, по-взрослому смотрите на это. И вот именно этот взрослый взгляд, взрослый взгляд на человека, он и приводит вас к прощению. И себя, если вы считаете, что вы чем-то обижаете родителей, да, и родителей, и родителей. Потому что вот обида, обида, это очень глубокое чувство. И обиженных людей очень много. И обида делает человека беспомощным, незрелым. И вообще, обидчивость, это признак инфантилизма, недоразвитости и расстройства психического. Вот, и вы прощаете тогда родителей своих, прощаете себя. И, в общем, вполне обходитесь без родителей. Родители вам становятся ненужны. И это и есть взрослость, это и есть зрелость. И, ну, мудрые родители, здоровые психически, да, они понимают свою задачу вырастить ребенка и быть ему ненужными. Больные же, немудрые, жертвы, они делают все, чтобы ребенок от них зависел всю жизнь. Они привязывают его чувством вины, чувством стыда, истериками разными, да, чувством долга. Вот невротические чувства, если вы испытываете эти невротические чувства, долго, стыда, вины, справедливости, кстати, говорю. То же, то это значит, что вы еще не сепарировались от родителей, что вы отрабатываете родительский сценарий. В этом ужас, в этом ужас. Так что, необходимо все это проработать. И оттого вы, кстати говоря, и болеете тоже. Болезни, а не вот эти невротические чувства, это источник и болезни тоже. Вот, так что мы очень успешно все прорабатываем. Поэтому я всех вас приглашаю на консультации, на программы к себе. И я, не сомневайтесь в успехе, не сомневайтесь, все получится. Все. У всех все получается. Более того, результаты превосходят ожидания. Так что, проблемные люди, вот в рассылке лидерской, я пишу об этих трудных людях. И очень полезно ознакомиться и узнать, как с ними общаться. И, конечно, вот новая рассылка будет. Скоро я сделаю. Кто хочет, уже пишите, заказывайте. Это меня просто подстегнет и смотивирует это сделать все быстрее. Потому что сейчас очень много у меня разных проектов. И я просто расставлю соответствующим образом приоритеты. Так вот. Психологическая защита. Так и будет называться. Методы психологической защиты. Очень интересные методы. Надо знать, как их применять. Потому что, вот, не всегда, не всегда один метод может сработать. скажем, встречные манипуляции. Потому что, вы можете на такую тварь нарваться, на такого психа, что огребете по полной программе. Вот так называемые бешеные буддозеры, да. Вот так что здесь нужно тоже с умом этим всем пользоваться. Я вас мы вот именно интуитивно вы будете уже выбирать правильный метод. Ведь к чему ведут психологические сессии мои? К тому, что вы начинаете прислушиваться к себе. Каждый человек гениален. И наш организм это ну, это нечто удивительное. Это просто чудо. Просто чудо. И интуиция. И раскрытие способностей. И возможностей. И мышление. Ну все. Все. Для того, чтобы вы взяли от жизни все. И были счастливы, здоровы, богаты. любили, свободными были людьми. Творческими личностями и так далее. Великими людьми. Все для этого есть. И вот действительно моя задача помочь вам полюбить себя. и помимо всего прочего вот любовь к себе она дает эту это удивительное это удивительную фокусировку на себе. На своих чувствах. На своих ощущениях. Научит жить здесь и сейчас. Развивает интуицию. Развивает мышление ваше. Развивать творческие способности и раскрывать их и вообще добиваться целей своих. Работать над собой. В общем это все безумно интересно. Безумно. И я вижу из каких из какого болота выходят люди. Вот ученики мои замечательные гениальные прекрасные. Мною очень любимые. Я вот действительно проникаюсь любовью к людям. Почему? Да, вот наломали дров. Но вы знаете ну во-первых нет такого человека который не наломал дров. А во-вторых вот самое главное это искренность. Это вот та самая исповедальность и да негативные переживания очень их много но но не у меня у учеников поначалу да потому что люди же приходят с проблемами к психологу да ко мне с проблемами чтобы решить эти проблемы обращаются мы их решаем и вот вот это общение наше удивительное просто это только на психологической сессии происходит я думаю ну не знаю где еще но вот на психологической сессии точно когда вот эти негативные переживания трансформируются трансформируются становятся учителями нашими лучшими и ведут нас к счастью вот это поразительно то есть по сути на каждой сессии мы прокладываем путь к счастью но как это может не радовать это очень радует это мы идем к счастью ученики мои получают и облегчение и озарение исцеление новое мировоззрение мышление новое да которое позволяет им всего добиться чего они хотят вот от цели очень многое зависит конечно от того что вы действительно хотите жить жизнью души любить себя вот все это замечательно следующий вопрос следующий вопрос Василий пишет кто призывает к любви громче всех зачастую проявляет любовь меньше всего Льюис Мамфорт я не призываю к любви я не призываю людей быть хорошими все наоборот я вижу что благодаря тому что в кавычках благодаря конечно потому что от людей требовали быть хорошими у них куча проблем сразу становится масса проблем и воспитывали совершенно неправильно поэтому я и придумал рассылку воспитательную чтобы во первых она полезна всем и родителям молодым и не молодым и всем она полезна и детям взрослым чтобы понять чтобы понять эти ошибки которые были допущены в процессе воспитания и исправить их можно все исправить вот все вообще вся моя деятельность все направлено на перепрограммирование трансформацию и можно изменить прошлое можно изменить прошлое изменив к нему отношения разведив эти файлы прошлого да и посмотрев на него совершенно по-другому более того ведь прошлое почему оно обеспокоит потому что оно крадет настоящее мы же не живем здесь и сейчас отвлекаясь на прошлое постоянно повторяя одни и те же ошибки ситуации сценарии так вот когда мы избавляемся от сценария родительского например да мы избавляемся от прошлого это очень круто на самом деле очень круто таким образом прошлое просто перестает существовать и есть только настоящее причем очень позитивное и поэтому мы обращаемся я обращаюсь и к сознанию и к подсознанию кстати очень интересные тоже такие эффекты есть где-то мы очень много смеемся с кем-то много смеемся очень ржем много просто вот эти юмористические передачи это это все отдыхает потому что на консультациях на психологических сессиях смех он освобождающий смех как катарсис смех как инсайт смех как освобождение от груза прошлого от психологических проблем от вот этих как способ снять эмоциональные блоки эмоциональные зажимы вот то есть вот это реакция организма по сути смех он целительный на сессиях психологических вот и вот эта разрядка эмоциональная очень важна очень ценна и человек не просто над чем-то смеется абстрактным он смеется над источниками своих проблем вот это круто и еще один момент конечно вот мы учимся ценить себя любить себя и мы становимся источниками счастья для самого себя вот это тоже происходит на консультации то есть мы находим в себе эти точки опоры это такая я бы сказал такая душевная гравитация срабатывает да и мы твердо начинаем стоять на своих позициях на позициях своей души личности индивидуальности самоценности самости вот это удивительное удивительное тоже переживание о любви говорят в церкви очень много да ну вот вы видите что в церкви любви нет и вот наш канал оригинал тв он чем оригинален и уникален еще к тому же тем что у нас есть интервью с бывшей послужницей бывшей инокиней бывшей монахиней и бывшим священником видите как здорово да всех собрали все они говорят вот о своем негативном опыте это смелые люди смелые люди конечно и мало у кого есть смелость поэтому я вот мы этому тоже учимся смелости и чтобы стать смелым конечно надо иметь броню такую броню психологическую вот видимо будет рассылка заказывайте уже заказывайте психологическая броня чтобы вы были неуязвимы смелость нужна необходимо и как раз защитить себя от стрел копий и ножей в спину можно с помощью этих психологических знаний о любви я говорю в том контексте что любовь она целительна она обладает преобразовательной силой трансформирующей силой и любовь это естественное состояние психики нашей здоровой психики вот в этом контексте но призывать к любви ну это бессмысленное занятие потому что если этого нет в душе человека любви то призывать к любви бесполезно любите друг друга это люди не понимают что такое пока человек не испытает любовь он не поймет что это такое поэтому за любовь вот те кто призывает да за любовь можно выдать все что угодно что любовью на самом деле не является подчинение да выдать за любовь быть хорошим выдать за любовь вот как воспитывают родители да вот они говорят я тебя люблю потому что ты вот делаешь то что я хочу делаешь то что мне нравится ты удобный я тебе ненавижу если ты не делаешь этого то есть это по сути ну вот кого любит того и наказывает да и надо наказать чтобы проявить свою любовь ну это же абсурд это бред ну так так происходит да поэтому любовь это совсем другое вот не знают что это такое и в поисках этой любви находится порой всю жизнь а любовь это совсем совсем другое это состояние здоровой психики это спокойствие это ощущение собственной ценности это радость это жить жизнью души вот но это надо пережить это надо прочувствовать и именно вот избавляясь от негативных переживаний мы учимся любить так что вот правильно правильно говорится о том что негативные переживания наши лучшие учителя и они ведут нас к самому прекрасному что только есть может быть это к любви свету веселью радости и так далее вот мы и учимся мы идем этим путем а я помогаю пройти этот путь быстро эффективно помогаю осознать сэкономить вам время деньги силы энергию все это наоборот появляется у человека когда человек здоровый человек он психически здоровый человек он всегда может себе заработать у него много энергии и сил вот ведь очень много энергии уходит на борьбу и вот эти эмоциональные блоки отнимают очень много сил негативное мышление отнимает очень много сил вот энергии много тратится на раздражение гнев ненависть недовольство и зависть ревность тоску и так далее одиночество тоже негативное переживание вот мы учимся и на болезни потом на то чтобы бороться с болезнями ведь есть сценарии сценарии есть не будь здоровым почему так много людей болеет это сценарии родительские иммунная система не справляется она подавлена и вот мы как раз помогаем и организму своему своей иммунной системе справляться с инфекциями в частности вот все очень круто все очень прекрасно психология психотерапия творят чудеса поэтому про любовь я говорю как про состояние ума состояние здоровой психики и про то самое условия исцеления условия раскрытия потенциала счастливой жизни уверенности в себе хороших там отношений успехов и кстати говоря вот насчет денег тоже вот есть у меня рассылка прекрасная денежное мышление так вот деньги это энергия и меры любви к себе то есть когда у вас высвобождается энергия которую вы уже не тратите на негативные переживания разные да и на борьбу за идеалы своей а бороться там можно с чем угодно не только с властью но и ну с чем угодно да то высвобождается энергия то вы ее можете потратить как раз на увеличение дохода своего очень интересно вообще психология это такой такой источник вдохновения и путь к благополучию ко всему самому прекрасному что только есть в жизни вот можно можно помочь любому человеку справиться с любой ситуацией ну вот деньги да это энергия то есть у вас позитивная энергия позитивное мышление позитивные вибрации позитивные установки много энергии сил и вы зарабатываете гораздо больше и мера любви к себе то есть вы ставите себя на первое место вы себя ставите на пьедестал вы начинаете думать о себе и таким образом да начинаете ценить себя и таким образом к вам приходят деньги тоже потому что когда вы себя цените это и есть в том числе высокая адекватная самооценка это и есть адекватная финансовая самооценка тоже поэтому у вас всегда будут деньги и доход ваш всегда будет хорошим хорошим и вы сможете добиться любых целей которые поставите перед собой в том числе и стать богатыми людьми иметь большие деньги вот так что все очень интересно нарабатывается мной все больше и больше я не останавливаюсь на достигнутых успехах я развиваюсь и предлагаю все больше и больше так что вот приобщайтесь просто вот обращайтесь приобщайтесь и используйте эти знания на благо себе вот и еще вопрос был интересный так про это а про игры был вопрос по моему да Максим в свое время на канале вы высказались как противник видеоигр но про себя могу сказать что когда-то любимые игры помогли мне расслабиться не нанося ощутимого вреда играл без фанатизма можете прокомментировать игры отвлекли от мысли тяжелых от проблем от навязчивых мыслей правильно получили удовольствие некое захватили эти игры вот и помогли расслабиться очень хорошо я только за только за когда вы подсаживаетесь на эти игры и когда вы уже тратите время свое бесценное время жизни на игры и не развиваетесь вот это обидно это уже профукать жизнь это уже поведенческая зависимость это уже игромания а так конечно очень хорошо все что помогает отвлечься от стресса переключиться на позитивные переживания это плюс это плюс ну вот в данном случае вот эти игры сыграли свою роль прекрасно очень хорошо но я знаю людей которые постоянно играют в игры особенно вот люди пожилые например они играют в игры компьютерные вот и они очень очень вредят себе таким образом потому что мозг их не развивается память не развивается мышление не развивается вот и по сути они очень быстро тупеют дебилизируются и вот потом как говорится на всех парусах мчаться к старческому слабоумию а как раз вот на протяжении всей жизни необходимо тренировать мозг необходимо развивать интеллект необходимо всю жизнь учиться развиваться и мозгу надо давать именно сложные задачи вот головоломные головоломки а если легко если просто вот такое удовольствие тупое вот тупее человек надо ломать голову свою но не об стену ломать решая различные сложные задачи сложные задачи надо и память развивать учить тексты очень полезно учить языки это вообще дает еще и массу преимуществ вот учить языки решать головоломки для лидеров кстати говоря вот очень полезно нестандартное мышление вот все что развивает нестандартное мышление все это способствует развитию лидерского потенциала у вас так что тоже хорошие рекомендации вот так бы я ответил на вопросы и пишите мне пишите делитесь своими историями своими проблемами записывайтесь на консультации заказывайте рассылки заказывайте психотренинги сеансы медитации вот одна консультация может изменить вашу жизнь уже одна консультация так что я и с такими тяжелыми случаями тоже работаю удается помочь всем удается удивительная сила слова удивительная сила внимания психолога удивительная сила внимательного слушания удивительная сила мысли удивительная сила любви настроя удивительная вот эта вот способность Увидеть причинно-следственные связи Маевтика удивительная тоже В общем, все удивительно Я так и живу Вот в этом мире удивительном В мире, где решаются все проблемы Разве это не счастье? Это счастье огромное Это огромное счастье Радость, удовольствие Жить в мире и создавать этот мир Творить этот мир В котором решаются проблемы От которых у многих сносят крышу И кажется, что все безвыгодно, безнадежно Ужасно, что ад сплошной Ад – это тогда, когда не решаются проблемы Или создаются проблемы А рай – это как раз решение Решение проблем Поэтому вот действительно счастье огромное Просто переоценить все Посмотреть совершенно по-другому Совершенно по-другому на все Переформатировать себя Трансформировать себя Трансформировать себя Перезагрузить себя Перевоспитать себя Сформировать новое мировоззрение Стать новой личностью Обновиться Это просто что-то Что-то потрясающее Что-то удивительное Это самое удивительное, что только может быть И только это и приносит счастье, удовольствие и радость Понимаете, вот радость от покупки каких-то вещей Каких-то материальных вещей Она очень кратковременна И даже А даже порой и вовсе ее нет Ученица моя мне рассказывала Что вот она Лексус купила Но не испытала никакого удовольствия Просто как Обычно вот мы ходим в магазин Покупаем стандартный Привычный для нас Да, набор Продуктов Вот так же и здесь Все И сколько радости Сколько радости она испытала Когда У нее возникали инсайты Во время Консультации И после Когда слезы текли И Это Вот эти Те самые невыраженные эмоции Выходили Снимались эмоциональные блоки Когда Менялась жизнь И Личная И Общественная И профессиональная Сколько радости Сколько радости Она испытала Вот Это Это Ни одна вещь В мире Даже самая дорогая Этого не даст Поиграетесь И все Захочется больше Почему-то Только душа Только ваша душа Это Это Бесконечный Источник Наслаждения Счастья Радости Удовольствия Света Света Путь К вашей Душе Благодарю за внимание И Всем 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 Счастья И Обретения Себя Слияния Со своей Великой Божественной Душой Субтитры